Следующий фоновый трейнг – трейнг «Привязанность». Рекомендуется для семейных пар, около семейных любовных, которые уже состоялись, либо для людей, которые боятся отношений и боятся быть привязанными. Как это делается? Физически. Физически. Ну, лучше мужчина и женщина. Мне, опять же, больше пользуются в этом, чем с таких одноклассников. Здесь про отношения, про себя, про подстройку, про внимание партнера. Очень много чего поймут. И про себя, и про своего партнера. Берется веревка, привязывается к запястью, чтобы был какой-нибудь такой петель, чтобы сквозь нее можно было продеть рубашку, кофту, еще что-нибудь, если там будет холодно. И точно такая же отрезка руки, и такая же привязывается за левую руку вашему партнеру или партнерше. Очень хорошая реальная метафора того, когда люди друг к другу привязываются. Потому что когда там, ну, без слов, привязываться, это не очень хорошо. Но, знаете, только так вот. Веревка, связанная с человеком в целом, и очень быстро начинаешь понимать, что интересы другого человека с твоими будут как-то вот, вообще, никого разу совпадать. А если ты привязан, надо договориться. Причем, есть три варианта привязанности, у каждого свои особенности. Первое. Короткая привязанность, когда у вас веревочка там, не знаю, там, 15-20 см, небольшая. Когда вы ходите там, буквально, ну, чуть не взявшись за руки. Это, как ни странно, позволяет делать очень быструю подстройку. Потому что ты быстро привыкаешь к тому, что вот рядом есть человек, он вот такой. Учитывать его интересы, куда он хочет, куда ты хочешь. А второй вариант, когда вы берете веревочку так чуть-то длиннее, но около метра. То есть она дает больше свободы. Но, когда кто-то из вас отвлекается, начинает куда-то в одиночку переть, это дергает другого гораздо сильнее. То есть гораздо сильнее, помогает прочувствовать, а в голове, то есть ты привязан, и человек о тебе забывает, куда-то ломанулся в стене твоих, заботы твоих интересов. И третий вариант – это длинная привязанность, буквально веревка есть, если там интересно, когда ее возьмете, когда там вот метра полтора, два, три, что там веревка может вообще волочиться по земле, и тут вообще полная веселуха. Потому что в таком формате как раз люди о своем портфеле могут наоборот заботиться, только так, стоянно руками не лежат. Если хотите там устроить проверку себе, своим положением, насколько портфелер может быть вам внимателен, там очень хорошо, если это не нравится. Ну, также это может быть хорошая проверка, если там отношения тоже у вас начинаются, посмотреть, как вы сможете ли вы улучшиться, сможете ли вы с этим человеком хотя бы там 12 часов просто существовать в режиме связанных, причем веревка не снимается никогда. То есть вот там 8 утра дели, там песни, как бы у нас там вечерние сборы, есть рули. А? И в туалет в месяцах, да, а вы что-то хотите. Очень весело было, когда у нас вот, мы патронцов там еще делали, там парень с девушкой взяли короткую привязанность, там хорошо, мы вырыли, пардон, два толчка, вот они так вот сидели, что ли, руки в соседних каминках одной, а второй, собственно, там все свои два делали. Так что, проверьте, это будет интересно, которую, опять же, нам в реальной жизни вряд ли будет получше. Тут есть еще один момент, в этом тренинге. Он не снимается на период основных тренингов. Да. Поэтому, вот если один человек на школе вести за право другой, наверное, на ОП, в общем, нам придется крепко договариваться. Чутку доедется. Ну, это и чутка. Слушай, ну, если вы снимете всю ею тренингу, похерите сразу. Да. То же задача продержаться 12 часов, чтобы он стоп не снимает. Идея заключается, да, как раз в том, что от начала этой тренинги. А что это дает? Поймешь, как ты относишься к привязанности, можешь быть снимательным партнером. Насколько хорошо это умеет договариваться. Это тренинг про отношения. И про свой родственник и родственник отношения. А если Ваня записался, а в втором месте не будет? Чего? Нет. Насчет Ваня. Ваня вечером. Ваня вечером. Ну, обычно Ваня там, да. Жестный, конечно. А? А? Да. С этим понятно? Хорошо. Хорошо. Да. Продолжение следует...